Он послужит огромным благословением, знаете, когда ехал туда, я даже представления не имел, что это, но когда поработали эту неделю, когда, ну, ну, серьезно ребята помогли, я говорю, это огромный кусок работы, я смотрел на это и думал, это ради того, чтобы встретить Божье Царство. Так вот, и там родилось это слово. А так как мы копали яму под душевые, под туалеты, то столкнулись с интересной мыслью, так как море рядом, все равно подточная вода, и ребята, ну, одну яму, я пока там ездил, покупал уже доски, то-то, 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 и потом мы занят были перегружением груза, ну, как бы, более физическая работа, более интеллектуальная. Ну, ребята, вот помню. Ну, потому что, копать, вот это делать, ну, это, ну, я вам сейчас поймите, почему я говорю. И я пришел, смотрю, мне вырыли, ну, я вам не совру, ну, где-то метра два длиной, и может быть на штык лопаты, то есть сантиметров сорок всего глубиной. Я посмотрел, я говорю, братцы, ну, не очень, если мы так будем копать, то мы ко второму пришествию Христа закончим этот один туалет. Ну, а люди приедут, и, ну, будут расстроены. Они говорят, Геннадьевич, вы не знаете, очень сложно копать. В смысле? Он говорит, смотрите. И он берет лопату, вставляет, Дима, и стоит, а целая лопата, залеплена глиной, и он эту лопату второй очищает. И он говорит, и так каждый раз. Невозможно ничего сделать. Настолько зовет, он говорит, чтобы, ну, а это же тяжело это сделать, это же непросто. Я сам попробовал, я понимаю, как сложно копать. И вот тогда я отошел, и стал думать, вот как будто что-то меня бах пронзило. Я стал думать, 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 где это видео, что-то такое. И потом нашел, Иван Илья Атлуки, 6 глава, 46 стих написано так, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. 47-й, 48-й пропустим, потому что положительный, и им закончим, чем начали положительного привести, знаешь, как бабушка моя говорила, начали за здравие, закончили за упокой. Поэтому давайте сначала начнем с последнего стиха этой главы 49-го, а вернемся к тем. Итак, а слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле без основания, которое наперла на него вода, до часа брушился, и разрушение дома всего было великое. И тогда написано о том, что Иисус обратился, и Он говорит, есть люди, которые зовут Меня, они когда нужно, они всегда обращаются, они когда нужно, они поднимают руки, они когда нужно, они всегда на молитве, когда трудности у них, но не исполняют Слово каждый день, и от этого их дом стоит не на основании. Вот так говорит Библия об этом. И тогда Он говорит, а всякий слушающий, приходящий ко мне и слушающий, слова мои, исполняющий, скажу вам, кому подобен, он подобен человеку. Вот три тезиса успевающего человека, который устроил дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Знаешь, и вот, когда я увидел, я понял вот эту вещь. Первая мысль, для того, чтобы сегодня нам пойти, она звучит так, копал. Знаешь, когда ты приходишь, и эта песчаная почва, ну, копать достаточно легко. Все вы копались в детстве или с детьми сейчас в песочнице. Да, насыпали им, делал гаражи, вот там, я видел на море, когда проходил рядом с морем, когда мы работали, я видел о том, что там дети выстраивают такие замки с бескоровой, ну, видели на море это все делать. Не знаешь, так со стороны прикольно, но достаточно сложно, дети, но вода пошла, и нет этого замка. Так вот, для того, чтобы сегодня построить просто один душ, нужно было целый день копать. Для того, чтобы построить жизнь, копать нужно не один день. Некоторые люди видели когда-нибудь, как строят колодец. Но, как копаю колодец, я в детстве помню, копали у бабушки, сейчас в доме пробивали мне воду, я тоже это знаю. Оказывается, что можно пробить на три метра, и уже есть вода. То есть, фактически, она выливается, я говорю, а она что, там, черная или рыжая? Нет, она точно такая. То есть, она льется, она не воняет, все нормальная вода. Но люди, которые знают это, они говорят, то вода не подходит, надо копать дальше. Я говорю, ну что, хорошая вода, она точно такая, нормальная, и попробовать даже можно. Он говорит, нет, это вода техническая, и она, во-первых, ее мало, а во-вторых, она еще не приводна для питья. И копать нужно лучше. Так вот, в жизни многих ребят, которые приходят в церковь, иногда представляется так, что Бог как бы милует сразу. И человек отходит, он белеет лицом, он такой, как бы, нарядный становится. Вот я смотрел сегодня на прославление, я смотрел на Андрея, вообще, это признак человека со вкусом всегда. Он не так богато одет, но он всегда одет иголочки. И на него, когда смотришь, я думаю, если бы Андрей служил на центре, то это точно было Сергей Александровича в центре. То Сергей, что Толик, что Андрей, вот как будто они где-то, где-то, но один человек их контролирует. Выглажены, вычищены, всегда аккуратненькие такие, ну вот, цыголочки люди. Знаешь, иногда вот так мы думаем, что это и есть признак христианства. Вот первые слои, которые мы с вами достигли, это были проблемные слои. В проблемные церкви, в которых было желание только богатства. Которые говорили о том, что Христос, вот это вот та вода, что Христос дает деньги. Аминь, он дает деньги. Но это не та вода, она быстро заканчивается. Христос дает только исцеление. Я услышал одну притчу когда-то давно, когда ангел, старый, молодой, если есть такой возраст, они пришли в дом к богатому человеку, попросились на ночлег, и человек их пустил, но не накормил, не напоил, не угостил, постель не предложил и постелил в сарае. А ангел, молодой, говорит, ну не очередь, с вами хозяин обошелся. Он говорит, ну это еще не все, у нас есть задача, видишь, в стене дыра, ее нужно заложить. Он говорит, ну хорошо, расскажешь, ты старший. И они целую ночь закладывают эту дыру. А потом они отправились дальше, и следующий ночлег отпустила бедная семья. В которой ничего не было, была одна корова кормилица. И вот эта ночь корова умерла. И когда они вышли, то молодой трудился, а старший говорит, что ты хотел спросить? Он говорит, да, Господи, хотел спросить, чтобы ты узнал там, что происходит на самом деле. Мы были у богатого, которого, который вообще нас ничем не у вас сделал, он с нами похабно обошелся. И мы еще ему закладывали дырку в сарае. А у этого мало того, ну неужели ты не мог корову спасти? Понимаешь ли, в чем дело? В той дырке лежал клад. И мы с тобой заложили его, чтобы этот человек не совсем хороший, никогда не нашел его. А ночью, когда мы ночевали, смерть пришла за хозяйкой дома. И мы ей отдали корову. Иногда в жизни нашей мы проходим и думаем, что первые свои, которые мы достигли в христианство, немножко в семье как-то более-менее, там, вибилитация подошла к концу, либо еще что-то там, наметившиеся только почки. Это еще не весна, это еще не лето, и развиваться еще не надо спешить. Но когда человек проходит жизнь, он думает, что все, вот то, что есть прямо сейчас, это все. Но часто это техническая вода, которая требует дальшего копания. Вот о чем мы сегодня говорим. И когда человек в церковь приходит, то первое, Бог его сразу подчищает. И видимость приходит, как будто уже все, все сделано. Посмотришь на прославление. Но это ангелы, люди, они не ходят над землей. Но одну вещь скажу. Люди, которые не копают дальше, они получают проблему в своей жизни. И какую? Когда воды мало, капка, для тех, кто снимает дома или живет в домах, знает одну вещь. Что если воды мало там, в этом колодце, то она сразу может выйти, ты забрал воду, и все. И потом ждешь, когда она опять туда течет. Или же ты набрал воду, начал пить, болеть начал. Так вот, люди, которые не глупляются дальше во Христе, не развиваются, не молятся, не постятся, не думают. Они пьют вот эту воду. И одно, что окажутся, полезут с кружкой, в лучшем случае. Я уже не говорю об отраве. Потому что многих отравила такая вода. Много церквей, которая склонилась вообще в другую вещь. Люди дошли до такого безумия, что за частью людей, церковных людей, в некоторых странах Европы был подан законопроект о том, чтобы отец спал с дочкой перед замужеством, научив ее всем премудростям семейной жизни, а мать сынам, для того, чтобы она его научила. И люди смотрят на это, никто вообще даже не скажет, вы что, с ума сошли? Все говорят, ну как бы, в принципе, логично. И родные люди. И никто не скажет, вы сошли с ума. Это 21 век. А что будет в 22 веке? Следующее. Зоофилия, педофилия, все остальное впереди. И мы говорим, ну это вот эта вода, она вот, вот смотри, какой мир и покой. Посмотрите, мы живем, у нас есть машины, у нас есть дороги, у нас есть банковские счета, мы защищены полицией. Подождите. А глубже, что там? Я хочу сказать для многих профессионеров, которые сегодня довольствуются только лишь нитимыми аспектами жизни. Дорогой мой, давай копать. Я сам дошел до состояния, когда мне нужно брать лопату. И в эту неделю я копал. Я не копал, у меня не было мозолей 41 года. Теперь они появились. Я не знаю, что такое сгореть. Теперь знаю. Не знаю, что такое спать с двойкой, как лошадка. Потому что лечь ни на живот, ни на спинку нельзя. Взрело пришлось вот такими слоями намазывать крем на себя, чтобы хоть как-то прожить. Я знаю теперь это. Вот это труд. Когда люди копают, они трудятся. Поэтому, когда ребята вечером приходили, вот это мне говорил, знаешь, из других говорят, понаблюдайте, все-таки это штабилитация. Я говорю, а вы бы копайте. Ну поймете. И поэтому, когда там дискотека была, приехали на трубазу, новые белорусы-россияне танцуют, бау-хау-хау, галилей. Один я не спал. Потому что я стоя очень тяжело спал. Все остальные просто вот так, и выключились. Окна открыты, двери, музыка играет, ну в двух метрах. Они с пятков убитые. Вот это накопались. И поэтому, когда христианам смотреть нечего, и он говорит, я до шести утра смотрел фильмы. Друг мой перелопат, укопает свою жизнь. Вот тогда до шести не будешь смотреть. Люди, которые пашут, они не страдают бессонницей. Аминь. Люди, которые сегодня делают что-то, они не страдают. Господи, ну как мне заснуть? Так хочется заснуть. Многие думают о том, хоть бы дойти до дома. Мне как-то так было, не помню, что я уже не рассказывал, ехал очень поздно. В маршрутке я был поражен. Люди, которые ехали с работы, явно видно. Я не помню, откуда я ехал. И я смотрел на людей, люди вот так едут. Спят, девушки, парни, мужики, женщины в возрасте, в костюмах, дипломатами, едут домой, все. Одиннадцать вечера они выключены. Они уже еле бредут. Вот то наработались. Вот там уже дурость в голову не полезет. Лезет в всякие мысли, бери лопату, копай свою жизнь. Начинает делать что-то, ездить, думай, иди учиться. Годи на тренинги, читай эти тренинги. А что же мне заняться? Есть чем заняться, еще не все спасены. Алло. Еще не все сегодня, да вы слышали слово, еще не все обхвачены, не все сироты усыновлены, не все бабушки обеспечены. Я уже не говорю о том, что арабские страны нуждаются сегодня условиями. Мы, Сергей Александрович, не надо соврать, слышали, когда люди предлагают огромные условия, шикарные условия. За границей, то, куда многие мечтают попасть, в эти Эмираты, открыть репцент, где шейхи готовы давать денежки. А кто туда поедет? Вот кто? И среди наших туда поедет. А мы будем, мы будем. Нет, так съездить, и сдохнуть на море, покупаться, конечно, мы все собрались за чаптором туда, там бы и служение проводили. А вот работать нет, а нет, а? Знаешь, сегодня время подвергностного отношения во многих, во многих сферах перешло в церковь. И я вам скажу, человек, который не слушает, и не копает. Он остается поверхностным, и через время он обязательно выпадает. Поверхностные родители воспитывают поверхностных детей. Они не могут дать им ничего, потому что сами не копают. Некоторые люди приходят и спрашивают о семейных отношениях, зная только лишь Камасутру, зная лишь еще какие-то моменты. И все. Семья – это копать каждый день, это брать лопату. И каждый день улыбляться. Понимая, что если год за годом одни и те же проблемы возникают в семье и не решаются, то значит пришло время копать. Если у тебя с деньгами проблема, несмотря на то, что бизнес вырос, а денег все так же нет, то значит надо копать в тех тренингах, туда-туда рыться, чтобы там пошла вода, которая моет лозги сегодня нам, которая моет наше сердце. И если нам не хватает веры для тебя в противостоянии, мы боремся с депрессиями, то пришло время копать больше в Боге, больше времени проводить. Знаешь, когда люди готовят проповедь, меня спрашивают, а сколько вы готовите проповедь? Я говорю, минут семь, восемь, ну, я чик открыл, гоп-гоп-гоп, информации много. Пластыр Балтийской Центрии, который, который нам говорит, сколько? Я говорю, чем? А я неделю. Я хотел сказать, ну, ну, и видно. Я такой еле ползаю, что мы просто неделю готовимся. Когда ходишь по дому, смотришь, на тысячу месяц в Центрии Одессы с кондиционерами, с куполами, четыре этажа внизу, плюс пару этажей парковки, плюс там то, плюс то. И думаю, не, ну, прикольно. Что ему делать? Готовится целыми днями. Да и все. Ну, у меня, дайте там, здание церкви, я тоже целыми днями готовился. И приходит мысль такая, знаешь, совестливая, как от Бога. Не копать, а тогда будем разговаривать. Мы иногда торгуемся с Богом примерно там. Ты нам дай, а я буду делать. Дай мне жену, а я уже тебе буду служить. Дай мне судьбу, дай мне служение, дай мне, а я тогда... Друзья мои, мы сегодня можем зайти в очень плохое состояние. Мы не можем торговаться с ним. Потому что он установитель всех законов. И заметьте одну интересную вещь. Вы где-нибудь видели, чтобы золото валялось под ногами, его нужно было только забрать. Даже если ты моешь, стоишь там, вымываешь песочек, это еще не золото. Оно еще полно примесей. И его нужно еще куда? Лечь. Вот так обстоит дело совсем. Нефть, чтобы достать. Нужно поработать. Чтобы газ достать, нужно пробуриться. Знаете, сколько в моем родной стране сколько шахты глубиной, километрами люди до работы, чтобы попасть там, где добывают олья, в Донбассе, тратят по 2-3 часа просто на опускание в клетке минут 40, и потом еще до забоев дойти еще час. Вот сколько времени, чтобы до угля дойти. Еще не начал работать, ты уже устал. А мы думаем, что случится на поверхности. Потому что на поверхности заканчивается быстро и приносит нитеплоды. Следующий умысл написано «копал, углубился». Не так нравится это слово. Углубился. Знаешь, это, вот у меня был такой пример, фундамент дома моего. Я приехал, и я говорю, «А скоро он строй дом?» Они говорят, «Вы будете строить подвалом?» Я говорю, «Нет, мы строим маленький дом». «Мешков 10, хватит цемента?» Мне говорят, «Для столбика?» «Нет, для фундамента всего». Они говорят, «А какой вы думаете фундамент должен быть?» Я говорю, «Ну вот вы вырыли яму небольшого канала, этого хватит?» «Даже для туалета этого не хватит». Я говорю, «А какой должен быть фундамент?» «Хотя бы метр с меня длиной, метр восемьдесят. Вот такой должен быть фундамент, как вы длиной. Для одноэтажного дома, без подвала». Я говорю, ребята, я не такой, как могу показаться на первый взгляд. Я умный. Мне говорят, ну проконсультируйтесь. Я спрашиваю, другой сосед говорит, а я два метра положил в фундамент. А третий говорит, а я на фундамент и на подвал, чтобы там все сделать, потратил почти восемьсот тысяч гривен. Я говорю, ладно, плохой файл. Спрашиваю у кого-нибудь. И никто мне не говорит, что на фундамент можно поздравить маму, когда я не понял. Хочешь в дом – углубляйся. Хочешь сегодня. Все это в жизни – не будь поверхностным. Знаешь, когда человек читает только Библию, я хочу открыть вам тайну. На основании просто Библии, шесть тысяч секунд. Люди в подвалах сидят, бьют жен, бьют мужей, ходят с оружием, шут только не делают. И все о Библии говорят. Люди размышляли с братцами о тамплиерах. Ведь это тоже люди, боровшиеся за чистоту веры. И такое делали, что лучше не говорить об этом. И тоже христиане. Знаешь, сегодня пришло время не поверхностного отношения к жизни, а тех людей, которые сегодня не просто копают, а углубляются. Они исследуют. Для того, чтобы ударить воду, пришел ко мне человек, и я говорю, мне нужно ударить вот там. Он говорит, там будете бить сами. А я могу вот здесь, вот здесь или вот здесь. Все. Я говорю, камни надо там. Вот мне удобнее там, чтобы вы на кухне у меня ударили, и тут была вода, и все было. Он говорит, там нет воды. Я говорю, ну тут везде вода. Он говорит, для того, чтобы мне углубиться, мне нужно знать, что? Место. Я хочу сказать, что люди перед тем, как ставить вышку газом, проходит геологоразведка, которая исследует признаки местности. И вы смотрите, говорит, возможно, здесь вложил много денег, сил, труда, ресурсов, углубившись, ты что-то получишь. И я хочу тебе сказать вот о чем. Мало желания копать. Мало желания брать лопату, работать и носиться. Где копать, где копать, где копать? Молодец. Теперь давай успокойемся. Еще надо знать, где копать. И когда мы говорим об этом, то я говорю всегда, исследуйте себя через Писание. Наблюдайте за собой. Ну, например, если у господина Бердянского или Емусова есть способность к проповедованию, то я логически говорю, вам нужно петь. Они говорят, а как это состыкует? Я говорю, никак. Значит, вам нужно развиваться в слове. Они говорят, мы поняли, учиться не будем. Будем молиться, и Бог нам все откроет. А откроет, если не ослабеет, лет через 150. И есть другой пункт, углубление. И я хочу сказать, если ты исследуешь себя и находишь свои таланты, открывай их. Вот там нужно углубляться. И поэтому церковь это то место, где нужно углублять отношения к жизни. Ну и люди приходят и говорят, я хотел бы изучать больше греческих философов. Слава Богу. Но они жизни дают. Я хотел бы изучать планеты. Молодец. Но они жизнь не дают. Я не учу об учении, как бы, учитесь ради того, чтобы учиться. То есть, в переводе на современный язык, копайте ради копания. Нет. Для того, чтобы копать, нужно знать, где углубляться. А где, не надо. Когда человек приходит в церковь, я говорю, что это то место, где вам нужно углубиться. И чем больше будут взаимоотношений с Богом, тем вероятность счастливой, благополучной жизни, награды здесь на земле и на небе больше. Люди, которые не углубляются в церкви, не углубляются где, они углубляются в других местах, потому что так человек устроен. Мы любим где-то быть профессионалами, а где-то последовательно быть. То есть, посредственностью. И когда у меня спрашивают, ребята, я им очень благодарен. Знаешь, они так застали мои мозги поскрипеть. Они спрашивают у меня о менеджменте, о дебете, о клее, о бухгалтерии. И я, как бы, говорю, и я чувствую, вот где-то кожей, что еще один вопрос. И все, дальше не будет ответа. Но на том уровне, слава Богу, который они задавали, или иногда я делал вид сосредоточенный, я понимал, что дальше вопросы пойдут мне нечего, они тогда отставали благополучно. Но их нет, можно рассказывать. И я, когда понимал, я не углублен в бухгалтерии, бесполезно меня в этом спрашивать. Что-то я знаю. Так вот, дьявол приходит в те области, в которых ты не углублен. Он приходит и говорит, у тебя ребенок заболел. Так и будет. Нет работы. И будет. Тут и то, тут и то. Но если он углублен во Христе, он знает о крови Христовой. Сколько там написано раз? 427 раз. И все там написано. Кров пейте, пейте кров, кров пейте, пейте кров. Там все время написано исцеление, благословение, спасение, процветание. И тогда человек углублен, он говорит, нет дьявол, ты не прав. Я омыт кровью Христовой. И я получаю здоровье. Мои дети исцелены. Вы имя Иисуса Христа. И тогда дьявол отступает. Потому что я углублен в бои. Он как якорь. Знаешь, когда мы были в Одессе, я видел интересную вещь. Там рядом порт. И там я насчитал, в один день было 38 баржа кораблей. Я когда разговаривал, там один брат с вами был. Еще, тоже в церкви Мануил. Он работал. Когда-то в порт. Ну, это интересная вещь. Что баржа, которая нагружена полностью. То ты когда подходишь к ней с пристани. То до нее можно достать рукой до борта. В буквальном смысле слова. Но как только баржа разгружается в порту, она вырастает в пятиэтажный дом. Сложновато достать уже до борта. Правда? Но когда она нагружена полностью, она вот такая вот. Я хочу тебе сказать. Сколько бы дьявол сегодня не насыпал в твою жизнь, однажды Бог может это разгрузить. Нет, если этого порта. Если нет углубления, то насыпают, попробуй в бумажный кораблик. Он раз и перевернулся. Он не углублен, не подготовлен. Он просто так живет. Человек, который не знает, его легко выпить. Ему легко шепнуть мысль. Посмотри, какая сегодня жара. Поехали. Человек углубленный, он говорит. Я сегодня в церкви. Потому что я хочу сегодня бегать за в бой. Это моя защита. Это мой якорь. Я держусь плотно. Я не отступлю. Это моя жизнь. Я здесь. Господи. Мне люди все равно. Но что говорят все равно. Я глубже день за днем взаимоотношений. И тогда написано. Смерть отступает от таких людей. Вот как все происходит. Болезнь отступает. Проклятие. Сглазы. Человеку подходит и... А взять нечего. Нет ничего в этом человеке, что можно захватить. А я скажу, что многих из нас, в том числе и меня, достаточно того, чтобы здесь было поменьше людей и я в депрессии. Достаточно, чтобы пирожей никого не было. И я не могу ничего с собой сделать. Мне нужно там сидеть. И все. И нечего уже сто раз загрузить. А если еще сюда добавить толика, без настроения, например. Все. Я в церкви развернусь и добрый пцент для пасторов. Я углублен. Если у меня железом обшиты борта. Если внутри меня есть крепкие взаимоотношения с Богом. То жизнь накидывает. Накидывает. Возвращаются добрые люди, которые сыпят тебе туда. Возвращаются люди, которые будут спину тебе придавать. Еще больше делать. Сверх того делать. А потом, когда увидят, что ты везешь, еще туда делать. А ты углублен будь и говоришь. Господь, как Давид. Знаешь, непросто. Когда ты идешь по городу. Царь. А тебе подскакивает какой-то хлебий. И кричит. Давид, не гоняй. Тьфу, плевет. Обзывает его. Почитать описание. И обзывает. Плюет. Матюкается на него. И тебе говорят. Ничего себе. Давай мы ему голову сейчас отрубим. Он говорит. Бог позволил это делать. Я вывезу. И дальше пошел. И не встил. Это не то, что он. Сам говорит. Я вывезу. И приехал. Про клапочки я набил. А где это что? Кричал. Нет. Видишь как. Не получилось. Пошел мимо. Не просто. Когда тебе царь обзывает. Кидает по тебе копьем. Делает, что попало. Потом ты его встречаешь. Стрящего. И все понимают, что его легко убить. А Давид говорит. Немного подняти. Вот это называется. Когда ты пришел в церковь. Смотришь. А тут что-то не так. И ты говоришь. Приходит мой сын. Не твоя, конечно. Через брата. Который подходит и говорит. Посмотри, какие здесь одни пидорки. А ты внутри смотришь и говоришь. Я не могу это вам сказать. Это люди Божьи. Они по слову верят. Они по слову поднимают руки. Они борются. Они противостоят. Я люблю их. Они верующие. И сказать ничего не могу. Вот это я углублен в Боге. И тогда становится понятно, что третье для тебя. Еще оказывается надо начать строить. Подожди. Когда я начинал строить добрые строители, они говорили такую вещь. Я сейчас взглянул. Мне говорят, ребят вспомнил, кто строится так, ну просто по ходу. И скажу одну интересную вещь. Мы собрались строить. Я пришел уже несколько лет. Ту квартиру, что мы продали, хватит. Я говорю, ты должен был. Я говорю, ничего. Я говорю, тебе машина, себе машина и самолет. Я сомневался. Ребята мне сказали, за 20 тысяч долларов мы построим на... На этажку, лифты, камины, мрамор. Все будет здесь. Я вам скажу одну интересную вещь. Когда я залил фундамент, углубился, выкопал, залил. И когда они уже заканчивали, они говорили, вот это полдома. Вот когда будете строить, вы знаете, это строители учат где-то. Чтобы они такое говорили. Это полдома мы сделали. Вы шо? Я говорю, а остальные полдома? Сейчас построим крышу. Накроем. Говорит, стены накроем. 75% готовности. Я пришел домой. Я говорю, Лена, полдома сделано. Сейчас стены за 2 недели построят, крышу. Все, мы заезжаем через месяц. Прошло с тех пор 5 лет. Чуть можем меньше. А мы все на 70%. Вот до 70% мы быстро дошли. А с 70% до 75% ее уже несколько лет. Так вот хочу сказать, оказывается, углубиться, выкопать, сделать фундамент правильно. А теперь осталось самое главное. Значит, строить свои служения. Вашние группы. И я хочу сказать для многих ребят, которые сегодня, слушая слово, говорят, я-то углубился. Я уже все. Я прощаюсь и скажу, а что строить начал? Где ты? Где участвую в церкви? Что делаешь для служения церкви? То ли ты детским служением готов заняться? То ли петь в расслаблении готов? То ли домашнюю группу начать? То ли сегодня в детдом ездить? Не, ну я и тогда еще буду углубляться. Чувствую еще, и что, надо пару этажей пройти. Чтобы у нас не было, как в Советском Союзе. Все под землей. Все построено секретные ветки метров. Кто их не видит. Мы так углубились, такое основание заложили, что забыли построить вообще эту страну. Она у нас вся в фундаменте. И мы, благодаря этой песне, если помните, мы ее до сих пор поем. И она является гимном нашей жизни. Помните песню интернационала? Мы наш, мы новый мир построим. А перед этим слова такие. Мы разрушим старый мир до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет тем. Вот такое было и слова интернационала. С тех пор мы заняты одним. Мы разрушаем все, что настроил старый мир до основания. Потом строим, потом приходит следующее, разрушают. И говорят, ну теперь держись. Теперь все вычислили, все готово, пошли строить. Я поменял уже несколько строителей. И все делают одно. Только они приходят, они разваливают все то, что там настроили. И говорят, это воры все надели. Сейчас мы сделаем. Смотрите, как все будет. Я помню такую вещь. Друзья мои, если вы так сложилось, в жизни имейте свой опыт. Начинайте строить. Если вы углубились. Если вы сегодня готовы, начинайте строить. Если не готов, углубляйся. Если не знаешь, как углубляться, начинай копать. Учись к этому. Набивай мозоли, шишки. Ну если уже готов, начинай строить. Начинай служить Господу в служении, в бизнесе. Вы слышите меня. Некоторые люди говорят, сегодня я работаю, и я приношу свои 20 гривен пожертвования. Слава Господу. Это не для Бога, это для тебя нужно. Бог не страдает от отсутствия денег там на земле. Бог страдает от делателей, которым все углубляется и заняты другими. А служить некогда. Это обращаюсь и к себе, и к группе прославления. Кроме Саши Чесняка. Обращаюсь ко всем. Я говорю такую вещь. Пришло время строить. Пришло время что-то делать. Потому что этот мир, он нуждается в таких, как мы. Людей, у которых есть начатки совести. Людей, которыми можно гордиться. Людей, которые могут предать, но понимают, что предали. И собираются измениться. Людей, которые сегодня что-то делать готовы. Не только ради денег. И когда пришли люди с турбазы, пришли к нам и говорят, а что вы здесь строите? Я увидел, как работает человеческая мысль. Первые сказали, это строят лагерь для инвалидов. Вторые сказали, это инвалиды верующие. Третьи сказали, это верующие все захватили здесь. Четвертые сказали, это евреи верующие. А пятые уже пришли, сказали, это хасиды, сумма, они сюда переезжают. В могилу садится и риха вместе. Все туда перевезем. Говорят, вот эти, это же для них. Они сейчас приедут и будут тут жить. Опять пришли и сказали, а у вас пива нету, ребята? Кассеты все пьют. То есть, вот так человеческая трансформация произошла. Ну, а хочу сказать такую вещь. Когда приехал этот депископ, он спросил у ребят, которые работают, то те промолчали, а наши сказали. Я понял, о чем сегодня говорить в завершающий момент. Они спросили, а какая зарплата вам нужна? Они говорят, ничего не надо. О, Господи, у нас еще есть. И я посмотрел и подумал. Если бы они знали, кто это говорит, они бы покалились всем составам депископа. Потому что говорят, это те, которые сами все запирали. Они говорят, ну, ничего не надо. О, Господи. Я хочу сказать вот такую вещь. Вот этих таких людей Бог ищет. Которые сегодня не все за деньги будут делать. Не все будут делать, чтобы явно пожать. Некоторые собираются все-таки туда. Некоторые, правда, верят. И когда с такими людьми встречаешься, ты понимаешь, они попали, улыбились и построили. Проанализируй свою жизнь. Возможно, стену построил и бросил устал. Может быть, нужно вредцент для построения. У меня есть телефон. Может быть, вам нужно немножечко помолиться, чтобы Бог подкорректировал. И сказал, что пришло время углубляться. Потому что дом, который построен не на основании, ничего не принесет. И последовательность должна быть выполнена. Попать, укрепиться, а потом строить. И тогда написано, наболились ветра и штормы на тот дом. Он устоял. Потому что он на камне стоит. И камнем дом является охотой. Господь сегодня укрепит каждого из вас. И желание вашего сердца не исполниться. Ведь это ваша жизнь. На основании, слов, в очередь. Продолжение следует... Продолжение следует...